Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это начало нового ФФА сериала в Сидмейрс Цивилизейшн 6. 10 человек, карта Архипелаги, научная победа отключена, при этом размер карты на 1 меньше от необходимого. То есть мы играем не на карте на 10 человек, а на карте на 8. Так как карта морская, это запрещено строить чудо-венецианский арсенал, а число ходов ограничено 190. Я играю за Рим, против меня обе Греции, Горго и Перикла, Германия, Шумеры, Ацтеки, Япония, Бразилия, Россия и Китай. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорблений участников. Да, ещё запрещены верования на плюс 10 к силе юнитам и пантеон плюс 25 процентов к производству юнитов античности и древнего мира. А также нельзя на одном юните использовать генералов одной эпохи. И флотоводцев, конечно, тоже. На этом вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра! Греция в тундре, why not? Нормально. Ну, России нету, видимо, некуда, никого пихать в тундру. Почему? Как-то России нет, России есть. А, да, sorry. Так, что мы только вдвоём с Грейбёрдом? Не, я тоже. Нет, я тоже загрузился. А вы написали в чат? Это кученьше, что я не всех вижу в чате, кто пишет. Так, ну, давайте думать. По-моему, место замечательное. Из прошлой у меня, конечно, сейчас карту убой. Единственное, что... Ну, походу, все загрузились. Я не загрузился. А разве можно ходить, когда кто-то не загрузился? Можно. Да, ты первый раз в сетевую играешь в шестою? Не, не первый, но я всегда ждал обычно. Не дёргался, пока все не загрузятся. Более того, тут сейчас таймера нету на первый ход, но даже когда будет таймер, например, кто-нибудь вылетит, он загружается. Можно его... Ну, если большой таймер, можно на паузу не ставить, у него всё равно свой таймер будет, и он потом будет ещё ходить. Это же бред, по-моему. Да, нельзя я загрузился. По-моему, правильно. Блин, я вот думаю, сюда идти, то всё-таки можно будет... Так, а если рассинхронизация таймеров, то... Ну, получается, все походят, одного будут ждать? Да, именно так. Именно так. Это же, наоборот, плохо. Так, а следующим ходом уже будет всё нормально? А, следующим всё нормально. А, тогда хорошо. Да не знаю, не хочу я сюда остановиться, вот честно. Я хочу тут остаться. Тут вот место, например, для того же кампуса можно оставить. Конечно, можно, типа, проплывать, но как развитие... Останусь тут. Чё, все? Да. Так, и судя по моему опыту игры на архипелагах, вы знаете, я, наверное, не буду разведчика строить, а буду строить сразу юнитов. Строителя ещё рановато, а вот всяких прачников, например, почему бы и нет. Так, что мы начнём исследовать для начала? Тут мне нужно будет животноводство, животноводство, ну, животноводство, походу. И тут животноводство, и тут животноводство. У меня четыре ресурса животноводства, и более того, два редких ресурса тоже животноводство требует. Вот, всё. Так, напоминаю, по полтаймера первые ходы. О-о-о. Это неожиданно. Ну, я к тому, что тут мало места. Ребят, есть такого люксы? У меня вообще ноль люксов. То же самое. Тоже. Два люксов. Аналогично. Да, и у меня тоже не одного. Тоже без люксов, ещё в тундре и отрезанный. Как-то вообще очень жестокое место. Ну, никто и говорил, что будет легко. Ну, на том спавне у меня, как бы, пять пшениц было более-менее. Пять пшениц, нифига себе. У меня было три или четыре банана рядом со столицей. Может, это у тебя глюк был такой, который мне рассказывает, что, типа, все ресурсы бананами заменяются. Нет, там слышат, ни рядом. Да, с рассинхронами такая фигня с бананами. Когда кто-то заходит. Ну, пока только вот тут место получается для города. Уровень моря, что ли, выше поставить? Нет, уровень моря стандартный. У меня, кстати, тоже маленький остров. Правда, у меня, конечно, хотя бы ресурсы есть, в отличие, там, люди-горяжи, они вообще без ресурсов. Максимальная ширина и клетки. Ну, у меня такой же примерно. Придем, потому что мы изобильные не поставили. Так мы, а мы в прошлый раз не с изобильными играли. Мы с изобильными играли. Вот я нашел люксы у себя. Они просто подачи от столиц. Я надеюсь, у всех, кто минус поставил, а нет люксов. У меня есть. У меня есть. Наоборот, все, кто минус поставил, у них есть люксы. Да, походу, такая ситуация. Вот это вот нечестно. Постава плюс у меня есть люксы. У меня, у меня очень неплохое начало. По-моему. Тем более, что у меня бесплатный еще монумент за Рим. Вполне. Играю за какие-то читерные нации постоянно в последнее время. Если нет рыбоков в небе, то, когда я умеру... Теперь, наверное, можно каменную кладку изучить. Тем более, тут два камня будет. А потом надо будет смотреть, чтобы перестать. Переплывать можно было, потому что тут как-то нету мест для городов. Раз, два, три. Ну да, вот в эту сторону только вот это место для города. Ну, в принципе, кстати, оно не такое уж и плохое, на самом деле. Тут будут камни. Жалко, что типа через... Через пролив, но все равно. Так, давайте строители, наверное, уже. Сейчас мы животноводство открыли. Давайте пока пометим, где у нас города будут предварительно. Так, а какая там теха нужна, чтобы плавать? Мореходство. Ну, мореходство... Вполне вот после горного дела можно мореходство открыть. Давайте я, наверное, этого дуболома тут оставлю, чтобы сразу им плыть, если что. Все равно два хода. Ладно. Не, очень приятное место для начала. Единственное, я, к сожалению, не могу первым рабочим вот обработать прям все. Мне надо одну... Мне надо лошадей обработать, свинью. Ну, блин. Вообще, конечно, желательно шахту поставить и камень. Ну, камень точно надо какой-то обработать. Надо было клетку с камнем покупать, а не со скотом. Это для ускорения. Для ускорения технологии. Три. Вот тут город можно ставить. О, тут пшеничка прям. Очень неплохое место. Я, наверное, второй город тут поставлю. Так, что у нас там вообще ускоряет? Ну, пастбище ускоряет. Ускоряет верховую езду. Железный рудник. Рудник для добычи ресурсов. Этого у меня нету, к сожалению. Вот каменоломня, каменную кладку. Ферма. Ну, ферма, опять же, надо строить только на пшенице. Типа, то есть вот... На этих. У меня, кстати, 0 люксов и 0 холмов. 0 буквально. Нет, аж люксов нет. Но у меня 1 холм. Тут, кстати, на этой карте не будет особо много. Я помню, мы там играли, не особо много холмов было. Ищи Окленд. Так, все, времени достаточно жилья. Ну да, пускай вот это производство будет. Блин, надо подумать... Ой, блин, мастерство надо переключить. Надо подумать, что обработать рабочим, какие клетки. Одно какое-то пастбище надо. Ну, знаете, наверное, видимо, слонов точно камень. Точно камень. То есть надо сюда, потом идем сюда. Потом надо будет пойти, похоже, лошадей. Или вообще со вторым городом пойти пшеницу обработать. Невецкий, поставь на кнопку, пожалуйста. У меня на кнопке, допустим, я показываю. А, просто специально, чтобы дочка говорила. Ты говоришь, иди скажи дядям что-нибудь. Нет, мне спрашивают, как поворачивается карта. Я показываю, что она поворачивается на альп. Вот я нажимаю и показываю. А, у меня просто голос по альпу. А, голос по альпу. Ну, как мякоти тоже на альте. Ну, кто там? Культур камп. Ходите уже. Жень. Два, три. Блин, вот тут, к сожалению, на речке, блин, не получается город. Поставьтесь, я тут ставлю. Кто получает больше кредита, чем жена кольмайна? Вот и варвары. Так, давайте все-таки мореходство, а потом гончарное дело. И я, пожалуй, уже начну поселенца строить первого. Да, кстати, можно вот две клетки обработать, а потом с поселенцем пойти пшеницу обработать. Производство, производство, да, все правильно. Вот руинка. Вот руинка, конечно, тут не очевидна постоянно. Вот ее не очень хорошо видно. Надо запоминать, где они. Три. Ну, вот тут можно город поставить. Тут или тут? Ну, я пока предварительно сюда бахну метку. Ой, что-то подвисло. Ну? Фу. Я уже думал, вылечу. Блин. Эти варвары мне не нравятся. Я лучше отойду. Так, пошло счастье. Ну, камень уже сам добавился. Да, на двух жителях... Ой, на трех жителях всего строю посела. Потом их два станет. Надо будет опять рим выращивать. Ну, что поделать? А, стоп. Так это я не пастбище сделал. Пастбище только у лошадей. Так. Ясно. Ну, значит, придется камень и лошадей обрабатывать в любом случае. Потому что слонов, либо свиней мне надо было обработать для счастья. Опять же, в любом случае. Камень мне надо обрабатывать в любом случае для ускорения каменной кладки. Лошадей обрабатывать в любом случае для ускорения верховой езды. Так что... Что я тут думал? Не знаю, что может быть стоило... Кто-нибудь нашел? Да, я нашел. Нашел. Точнее, они меня нашли. Нет, все равно не свиней надо все-таки, слонов. Потому что у слонов больше выхлоп. То есть я эту клетку именно обрабатываю. А со свининой я бы не обрабатывал сейчас. Так что все правильно я... Так, напомню, в прошлой игре у нас там людей этими галерами выносили. Так что опасайтесь вишневецкого, бимерка. Они вот этим занимают, промышляли. А кто-нибудь вообще, кого-нибудь нашел еще с соседей? Пока никого. Нет. Ну, блин. Прям варвары. Блин. Может дуболома я... А то у меня там не встанет в город. Потому что этот слабый. Если он копьем и дуболомом будет атаковать, они меня будут. Город надо сюда второй ставить. Все-таки. Может быть, третий сюда? Еще тут надо исследовать. Ну, в принципе, в принципе, у меня, видите, места для городов есть. И, в принципе, нормальные места. Жить можно. Даже как-то развиваться. Кстати, а какая победа там у вас была? По очкам. Весел из-за, чем и венча, но это литл боттс, шутки, панишу. Блин. Очень мне не нравятся эти варвары. Каренья каменной кладки. Еще хотелось бы в гавань быстрее выйти. Потому что это торговые пути. Да, наверное, это гончарное дело. Астрология и навигация. Так. Пока так. Чем быстрее гавани построить, тем лучше. Ну, в принципе, у нас тут морских наций нету. Особо. А у нас же особо морских наций нету, да? Сейчас. Не у кого там каких-то уникальных. Япония, по-моему, у кого-то была. Япония. Япония и Бразилия. Ну и немец. Но это... А, кстати, в аспектах трейдер, I suppose. The world gets stirred up together. Золото от всех торговых путей. Пока морские юниты я не буду строить. Пока не буду менять ничего. Какого тут... Блин. Окружают демоны. Давайте, наверное, еще одного прачника я построю, а потом поселенца. Надо думать, где районы. Вот тут хорошее место для индустриального района. Потому что будут бонусы за соседство с шахтой, с каменоломней. Тут еще можно будет... А вот я, правда, не помню, дает ли бонус соседство с лесопилкой. Вот это я не уверен. Индустриальному району. Сейчас я гляну. У себя на сайте, в гайде, который я делал. Рядом с шахтой, рядом с каменолом... А, и с другим... Нет, от лесопилки не дает. Хм, не проатаковал. Прачника. Я не знаю, правильно ли я делаю. Что поставил, то я надеюсь... Не буду заатаковать, опять же, прачника. Я все еще хочу сюда сплавать. Поменяю иконку. Это все в одном стиле. Короче, только два города могу поставить, не изучив это в плавании. Причем в тундре. Ну, это нормально. Тебе еще повезло, видишь. У меня, например, есть большой участок суши, но я не могу туда пройти, потому что загорожены горами. Вот я как бы и тоже за горами, но не вижу, что там за ними дальше. Так, изучайте мореплавание. Вы же явно на берегу поставили. Ну, вообще нет. Ну, отлично. Ну и зря. Ну, не знаю, мне кажется, столица, если есть пресная вода, то лучше не на берегу ставить. Второй город уже можно... А, ну, если есть, то да, я согласен. Ну, это везуко-базука, если есть пресная вода и не у этой. Понимаете, если я вот тут поставлю на реке город, то он перекрывает возможность много городов поставить. Поэтому я лучше больше городов поставлю вот на побережье. Блин, что-то ход долго начинается. А, камбар. Открыли. Да ладно. Не могу город основать. Вот, блин. Так. Производство строителей. Все еще ничего не буду. Так, строю еще одного поселенца. Хотя, может... Нет, два города мало. Надо хотя бы три поставить. Тут вот третий нормальный город, кстати. Вполне норм. С варварами только разобраться надо. Напомните, если на люкс поставить город, люкс пропадет? Будет обрабатываться только так, когда ты откроешь теху. Спасибо. Тут, по-моему, даже бонусные не пропадают. То есть они тоже типа обрабатываются. Я, если что, за пересоздание. Нет. Не, ну так каждый раз тоже ждать. Сколько вот мы ждем каждый ход. Просто вынести варваров, надо. Минимум по минуту. Как они будут появляться. У меня, похоже, варвары сейчас напишут. Так. Ну, давайте амбар. Для начала. Так, тут все правильно стоит. Наверное, пойду дуболову или не плыть уже. Просто поставить тут город, потом там исследовать. Ну, это ж не ГГ. Две коняшки образовало. Меня сейчас тоже варвары внесут. У меня тут два встатника, один конный лучший. Вот та же история. Мы его уже по силе украли. Короче, кайф. О, немец. Вот из-за кого у нас долгие ходы. Когда ты плаваешь, а тебя там варвары выносят. Ну, я же не думал, что меня будет выносить. Я пошел к плаванию. А тут меня, оказывается, выносят. Ну, я думаю, что мы сейчас доведем до шести жителей и раннюю империю ускорим. Например, в смысле, свой динамический. Ну, например, там, не знаю, как-нибудь поменьше, побольше. Какой-нибудь гибкий. Ну да, было бы неплохо. Как в Endless Space 2. Там вообще можно выставить какие угодно плюсы к таймеру. Так, я думаю, что рабочего можно купить теперь. Только вопрос... Наверное, в Путиолах купим. Обработаем пшеницу. Это ускорит орошение. Потом обработаю коровок. И обработаю свининку. То, что надо. Потом надо будет накопить денежек и купить в этом городе, чтобы меди обработать. Ксусикам не дофига. Может, мне пантеон попробовать взять на камень? Ну, видите, уже меньше в начале. То есть, выносят варваров. Варваров на планете становится меньше. Так, хорошо. Блин. Ну, это подстава просто вообще. Ну, это... Так и знал. А вот так и знал, что там появится варварский лагерь, блин. Так, производство. Производство. Ну, это хрень, конечно. Очень плохо. А тут вообще никого нету. Все варвары ушли сюда. Переплыли, сволочи? Теперь тут мне будут мешать. Ну, прям ты хоть строй посел и сюда теперь его веди. Ну, прачника все равно надо для начала. Тем более, там куча будет ускорений, где требуется три лучника, типа три арбалета. На арбалет, по-моему, требуется... Навигация по звездам два морских ресурса обработать. Слушайте, давайте мы сейчас их и обработаем. Вот, крабы и рыбу. Конечно, очень хотелось бы скот и трюфеля обработать, но это сейчас не так важно, как морские ресурсы. Я не верю в астрологию. Я не верю в астрологию. Я не верю в астрологию. И мы скептики. святилище stonehenge священное место да ладно почему тут холм что ли нет лук в путеволах уже сразу не хватает жилья 4 хода 4 ладно тогда так пока оставим так время прачник пускай пока навигация по звездам открывается здесь раннюю империю откроем 5 летной кгшки так что только немец с кем-то встретился и все больше никто никого не встретил я никого не нашел я никого не нашел я тоже видимо никто галеры не строит и не плавает плавает до этого и удивительные просторы открыл галеры даже не знал что у меня такое есть ну вот агэшки кто-нибудь нашел кто-то от варваров отбиваются да я я на стороне последних я от варваров отбиваюсь у меня была была одна клетка до куда я могу город поставить и она единственная была не засвечена как только я построил посела там появился варвар варварский лагерь но не сволочи shit happens одна единственная клетка да ладно уроды так а где кстати гавани мне лучше ставить ну для рима видимо здесь просто с ресурсом плюс один а с центром города плюс два денег будет поэтому для рима тут да и для путевол это же как поселенцы плавать могут переходстве этих судостроений получается на строение почему в море ход по моему судостроение позволяет строителям до до чуть-чуть это вообще печально судостроение точно иначе как бы тогда обрабатывать морские ресурсы ну слушайте создать всего две галеры ускориться все быстро откроется там же карточка на плюс сто процентов это даже не наземные юниты где 50 процентов аж сто процентов там галеры за два хода строить заберу лагерь фуф давайте я пойду сюда ставить третий город к сожалению моему большому но приходится пока так делать я конечно тут поставил так давайте пожалуй ампар построим теперь так сколько стоит следующего купить строители 115 следующим ходом надо будет купить его или или пожить или дождаться когда третий город будет поставлен сильно ли мне надо обработать трюфеля и скотно я думаю не так сильно как медь если обработаю медь то ускориться обработка бронзы нет колесо ускорится я думаю надо рабочего купить в третьем городе обратите внимание всего пять секунд переход ази тезь 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 таза профит оба тимой пока и пока не буду защиту встану ну и дальше придется политическую философию своим ходом открывать я не просто три города государства не нашел я ни одного города государства не нашел тут ведь им еще руинки стоят невзятые далеко-то следующего уровня но все равно эти два варвара стоящего в защите воина не убьют я хоть и полностью красный но он во-первых сейчас вылечится на десять до желтого во вторых он в лесу он в защите то есть это существенный плюс плюс 5 бою против варваров плюс 7 боевую мощь и против трех варваров убил получил отлично навигация проект по звездам ускорилась так здесь у нас строится амбар построился давайте поселенца только надо теперь так поставить вот так отлично ну да он мог тебя атаковать и убиться от тебя там никого не было я шел к ним прачником там замкнутая территория был коник правда у нее подбитый был меньше половины его сейчас нет чудеса терялся я там у кого-нибудь третий город уже есть третий город ну открой счет нет судя по счету ни у кого а нет 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 у кого то есть империя 23 видите это второй город я тупо от варваров отбился и теперь мои поселенцы куда-то убегают а я их отдыхать не могу просто классно еще их и несколько у тебя кого ну что у тебя один пусть и одного поселенца захватили варвар или двоих да одного только ну я отбился от варваров но поселенец убежал мне его догнать не могу тебе беги поселение сбеги так значит смотрите что мы делаем сейчас во всех городах сразу ставим гавань но пока не строим сейчас достроим то что у нас есть время то есть гавань мы оставили но строим поселенца отлично здравствуй рима горга здорова слушай архипелаги действительно поинтереснее чем пангея ну самое интересное это когда тебя варвары окружают и нет улексов а басной чем да я не знаю как могут быть проблемы с варварами на такой карте где мало земли ну затычку поставил да и все ну просто они спанятся какой-нибудь тундре и внезапно прибегают все ты как бы не готов ты если поставил город на море наоборот на пангея они отовсюду прут а здесь как бы они либо с одного какого-то места прут либо заперты либо как-то локализировано ну да тут как-то сложно действительно прям не знаю в чем позаправа что за проблемы на такой карте с варварами просто не представляю таймер да гавань потом сразу можно сейчас сразу кампус поставлю тоже пока не буду его строить но стоять он уже будет даже скауты атакуют но несчастного дуболома вообще офигели так но начну я строительство самбара здесь а ну да ведь я не мог бы плавать все равно юне говорим что еще кто-то меня нашел на меня опять варвары напали новая пачка это просто невозможно а поселение вообще куда-то убежал классно ты с компьютером играешь как я понял они с нами а новая сложность называется варвары на архиве я вот допустим даже раз что новый лагерь варвар появился денежка ну радуйся могу тебе свой отдать я уже три штуки зачистил и вроде чувствую себя замечательно действительно вот как вот на такой карте они могут откуда-то прям прибегать это что там вообще без юнита что ли человек там сидит никак не контролирует ничего но вот эти дороги сразу время это кэш и читерную райтинг мишер и и спорта бы human condition to want to share things так убился от моего воина несчастный скаут наверное еще нельзя будет кампус на 4 жители надо наверно сюда поставлю кампус так письменность открыли каменная кладка ну по мне так она сейчас давайте вот железо увидим где железо у нас есть по идее тут сбалансированный старт и железо должно быть у меня наверное кстати ну вот тут будет интересно конечно еще вот эту местность 1 2 3 а вот тут можно будет город поставить вот тут хорошие так отметим предварительно вот тут видите не на берегу а именно что в клетке позади так я хочу поставить город тут раньше чем грек явно сюда плывет на уменьшую проплыть нельзя и пойдет сюда это город тут ставить раньше чем он сможет проплыть колесо ускорили отлично что у нас тут еще есть для ускорения деньги торговый путь создать железный рудник о лишь невецкий а с тобой мы где встретились уровень и точно чё ты раненый такой стреляли стреляли боюсь как ты слышь невецкий на меня не пошел нападать так наверно надо тут камень обработать а потом здесь пшеницу и как ты и 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 А, так вот грек уже не выплывет Нет, хотя он, наверное, тут сверху проплывал Ну да, я успею тут город тогда поставить Скаут греческий А вот, наверное, и границы грека Так, надо будет ставить тут город и сразу выкупать эти клетки Это очень важно Хотя, мне кажется, он тут не может поставить То есть, если только может на слонах Так Античную республику пока рано брать Давайте олигархию возьмем Против варваров К созданию поселенцев Давайте попробуем Пантеон взять Подождите А, посел построен Тогда меняем Пропустишь? Здесь производство Веру Плюс два влияния Так А, тут грек сверху оплыл Вот так atenção Пропустие Сейчас Вот так Уб geez Давы conceived Тэнк Грек Грек Дэрк И продinут Грек Вatorio А, в counter Так, достраиваем гавань. Праймер. Когда ты границами захватываешь клетку, то с нее племенное поселение пропадает? Так всегда был? Но оно не пропадает, оно забирается. То есть, как будто ты его и так, типа, наступил юнитом, и тебе дали. Хорошо, потому что туда пешком дойти пока не могу. Это да. Так, ну что, во, отлично, железо. Я, кстати, так и думал, что тут будет железо. Не знаю почему. Блин. Камень выкупил. Смотрите, захватилась клетка и поменялся значение. Ты же пропустишь или нет договорки кино? Нет, я же, я отказал. Так, воровение уже недостаточно жилья. Еще железо. Ну, в принципе, для начальника, для старта все выглядит норм. Так, давайте трубу из звука откроем, апнем моих. Моих ребят. Он, думаю, может взять уже против варваров это убрать. Хотя бы содержание, предположим. А вообще, надо бы уже и галер поднастроить. Моих ребят. Ну, тут ведь есть место, например, на лесе. Но вот мне не хочется тут ставить, потому что это в сторону грека получается. Не очень. А зачем было выкупать две клетки на моем архипелаге? Хорошие же клетки. Ну да, но они мои. Ну, не знаю. Я с этим не согласен. Твой архипелаг находится слева, мой справа. Так. Тогда почему ты выкупаешь клетки на моем архипелаге, когда у тебя еще впереди куча места находится? Ну, потому что я там город поставил, выкупил клетки. Ну, ты не поставил город тысячу, Путиол. Там тоже самое со новой посел, но еще и железо. Потому что туда идти ходов 10, а это город прямо рядом со своей столицей. Построился посел, я там поставил. Хорошо. Привет, китайцы. Так, давайте, наверное, галеры. Сейчас я дострою гавань, если еще уходим. Буду тут галеры фигачить. Здорово. Так, сколько стоит рабочего? Мне надо уже свиней обрабатывать и железо. 120. Дорого. О, сколько тут железо-то. Блин, может мне пойти свиней, пока обработать лучше этим рабочим, а не пшеницу. Тут расти пока особо некуда. Все уж так говорить откровенно. Это у меня у одного такой бак? Или я не могу смотреть научную? Научный прогресс не можешь. Научная победа отключена, и его не будет видно. А-а-а, понятно. Жалко. Жалко, что нельзя смотреть. Можно спросить, у кого сколько науки. Перекл, ты тут? Да, каждый раз перекличку устраивать. Перекл, скажи мне, у тебя будут люксы на обмен ближайшие ходы? А, нет. Перекл, скажи мне, у тебя нет. Блин, торговый путь еще нужен. Так, две галеры я сейчас построю. Надо плыть искать, где там немец, где грек. Ну, грек, я думаю, только сеансу угрожает. Но мне кажется, что вначале галерами я луками отобьюсь. Хотя он атакуется с трех клеток. На самом деле... Мы себе приплыли в галеры. Еще одну сейчас я поплыву. Не, в принципе, норм. Так, что у нас с ресурсами роскоши? То есть трюфеля. Слоны, ну, слоны у меня и так есть. Ох, чувство, скоро будет не хватать времени. Так. Так, амбар построен. Гавань. Давайте, наверное, тут торговцы как раз. Так, раз, два, три. Тут на железе надо поставить. Прям на железе. Картография. Это две галеры, что ли? Нет. Картография ускорилась. А, две гавани. Поставить на железе, потому что тогда вообще... Хотя всегда четырех клеток атакуется. Но это лучше, чем вот тут. Потому что здесь раз, два, три, четыре. Ну, тут дофига. Тем более там холм получается. Так, три торговых пути. Что-то в каких-то гэшке интересы есть? Поленки. Я вообще ни одну не нашел. Что-то, бразилиец, не хочешь за 30 голды проехать? Не. Да ладно, 30 голды нормально. Мне самому нужны деньги. Таак. Горго, здорова. Думаю, может мне на античную республику уже поменять. И здесь эти 50 производства для поселенцев. Поставить. Что-то тут немец интересный. О! Женеву встретил. Блин. Ну ладно. Придется двух послов туда отправлять. Придется здесь. Придется. Придется. ход так надо в районе еще кампус бахнуть просто стоимость строительства района с каждой открытой техой дороже квадрирему можно строить немец откуда-то отсюда что ли прикрыл как это римс горга соседствует на одном континенте что ли не вот так на разных архипелаг кто кому приплыл пускай это будет тайной горга ты приплыл к риму или на город я переклады справа от россии далеко спала но далеко понимаешь что справа так галеру хочу блин в равейне проблема а нету жителей что в путевах надо кампус блин давайте лучше тут в каравелу выходим сейчас я в риме куплю рабочего обработаю железо скот и наверно пшеничку тут ап в каравеллы 135 стоит 3 рим так что надо бы тоже копил с чем саму рабочую так я нашел иерусалим кто это говорит россии оставайся там часа тех ну и где-то рядом у грек уже плыл все вокруг ничего себе так амбар нет торговец торговец построен ну эти гавань завершившую великим людям а японец японец военный лагерь построил прям промку дает чем нет ну гавань тоже промку дает а я не хочу и вышел да мы тут плотничком так наверное надо будет из анция вот этого торговца пускать есть они из пути ну просто в путевых и так уже пять жителей из анция в рим сейчас тут галеру построю и посела еще одного ну в принципе все в начале очень неплохо зарегите не надо строить монументы они сразу есть то есть поэтому я по культуре проседать не буду а а а а а а а а а бразилия здорово так но я у 2 гэшки нашел брюссель и женеву хорошо я их не первый нашел поэтому женева бимерок усиленно туда отправляет правда бимерку достаточно конечно войну объявил кто далеко от него и он не будет получать 15 процентов почему а немец я так понимаю меня не нашел или как не поняты где отсюда я внизу внизу который прям вот через четыре клетки от этого континента нам практически на а чудеса еще никто не клепал я так подозряю в основном все города клепают я просто смотрю растет ну я только два города могу поставить мог поставить и поставил ну вот у грека примерно столько же городов как и у меня на самом деле варвары интересно тут тут мира горы не должно быть по идее много дашь по пара плыть там дальше ничего интересного как как вот Продолжение следует... 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 Ну, я думаю, что вот здесь уже конец примерно, да, то есть я тут поставлю город на железе, и дай бог еще где-то вот тут, ну, вот, наверное, где стоит дуболом, предположим. Продолжение следует... Не знаю, немец, походу... Не знаю, ну, видимо, отсюда приплыл, снизу Брюсселя. Других мыслей нету, откуда он мог явиться. Так, давайте... Ну, кстати, в разделе счет можно технологии смотреть, то есть хотя бы количество открытых технологий видеть. Кстати, это игра, спасибо. Ну, так примерно все ровненько идут, 22, 20, ну, это очки, это 24 очка, то есть это, не знаю, сколько это технологий, наверное, на два надо делить. А, то есть это очки, блин, ну, это не очень понятно. Ну, как понятно? Ну, хоть так, хоть немного. Нет, ну, ты посмотри, сколько у тебя очков, да, а потом сколько у тебя будет очков, когда ты одну теху откроешь. И разница, считай, будет... Так, ну, там же, наверное, не по техам считается, а по количеству на уху, и там вот так, типа, дорогие... Мне там, наверное, ну... Подождите, у нас грейберт вылетел за этот дроп. На первый раз прощаем. Подай богу, чтобы это был первый и единственный у всех. Так. Пока были... Ну, пока я отключал запись во время того, как человек вылетел, они там обсуждали, что надо объединять. Кто загрузился? В смысле, так... Все грузанулись? Ну, да. А мы же не выходили. А, понятно. Они там обсуждали... Это у меня пишет, ну, ладно. Надо меня выносить. Ожидание игрока. На следующий ход у тебя будет. Ну, да, наверное. До этого компьютер ходил. Переклад видел, у тебя там в селенец под угрозой. Копейщик меня. Да, это я видел. Я думаю, я думаю, я плыву в Брюсселе, приплыву обратно. Надо плыть. Обратно. Смотрите, у Горга вот тут внизу. Слушай, Горга, у тебя что-то внизу такие места хорошие. А, это континент Японцы. Что там прибедняешься? Там стоится в четырех клетках от вот этого побережья. Ну, примерно. Может, в пяти. Так что я не думаю, что это будет логично ставить под японца свои города. Ну, если мы заговорили про места, то я опять же напомню про огромную часть архипелага выше Равенны. Может, кто-нибудь, кроме меня, их видел? Отзовитесь. Ты мне проплыть не дал, я не видел. Огромные это какие-то для двух городов еще? Вот это огромные считаются. Да, там три можно вместить, пожалуй. Да, это как минимум. Да нет, вряд ли там четыре клуба. Так, а галеры не могут захватывать варварские, да, и поселить? Нет. Норвегов могут. Подождите, почему галеры могут? Варварские? Варварские, наверное, нет. А почему тут викингов? Любые галеры всех игроков. Да, 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 тоже не могут. Да. Не могут, не могут. Так, я уже половину игроков встретил. Не встретил Ессентуки, Шайкок, не знаю, как правильно, Грейберт, Михаила и Обза. Нет, все, кто галеры, они потеряны. Нет, все, кто галеры, так это юнит эпохи возрождения значит эта карточка до него не будет влиять горка проход дашь древнего мира и античности эпохи возрождения у нас где карточка в наемниках что ли не вообще дальше торговой республики в колониализме что льву да это далековато так ахады у нас все-таки синхронизирована вот у меня сейчас минуту 40 минуту 39 синхронизированы насколько по-твоему должно быть вот там говоришь там таймер что-то сбивается но на тот а вот когда он заходит на следующий все нормально где кто же зажрался они с римом надо стримом боится какой именно грек который горга 10 ходов 10 ходов это долго а 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 все я уже открыл могу по океану плавать отлично а а а а а а а а но а а будет только синхронизироваться дефенс и супер и а пиланс так поселенцев заменим пожалуй так я подключился ну молодец а мне одному так плохо слышно дискорде людей но не знаю содержание а вообще есть места на карте куда поселить можно свободно оказывается есть очень много места он у перикл там а можно слушать мир крема поплывем на поселимся вы не успеете или можно начали природу а свободных там континентов островов нету если кто-то нашел то сразу заселили наверно не вижу знаю может вот у меня как бы только два года на континенте поставил кто-то может 7 10 так скажу поставить ну 7 10 такого нет ну это я так ну вот в прошлой игре у меня там было очень много места хотя там легко так городов поставил мог то есть точно сейчас два поставил я как бы один люк из доктажа всего в количестве одной штук так что че печатлене походу вообще можно попросить это я как бы сразу сказал что у меня тундра были ни у кого нет на обмену люксов ладно кто это говорит прости а сколько у тебя всего люксов своих у россии да у россии но у меня два серебра самое интересное у меня тоже а вы видели где находится рим по науке на секундочку где какой эре как игра одну технологию коротографию и все в каравеллах может сейчас каравелками захватить парочку городов сейчас вот она кноса сейчас и захватит а нет у него городов там нет да да сейчас нос захватит туда можно принципе сказать бюджет да че все так птика срочно встала видите ребята уже как быстро сдаются десять человек на карте я вышел в каравеллы уже человек говорит какой-то гг причем это не это не горбы шумеры основали до осизм быстро то есть это прямо через священное место даже не с ничего не через стоунхендж я так понимаю вот тут еще несколько людей священное место построили играйте в умные игры на этом пока все продолжение надеюсь появится на канале завтра спасибо что застарели до конца я лёша халец кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царели до конца видимо оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры